А тем временем в деревне Гам Ижимского района осветили часовню. Строительство начали по инициативе местных жителей, а завершить благое дело удалось при поддержке Лукойла. На средства гранта 18-го конкурса социальных и культурных проектов компании Лукойл в республике Коми и Ненецком автономном округе приобрели стройматериалы и лакокрасочные средства для финального этапа работ. Подробности в нашем репортаже. Эту праздничную службу никто из сельчан не захотел пропускать. События долгожданные и особенные. Деньги на строительство часовни собирали всем миром. Стройку начали год назад на собранные пожертвования. В этом году нам посчастливилось выиграть этот проект. И он так и назывался – завершение строительства часовни в деревне Гам Ижимского района республики Коми. Число победителей конкурса социальных и культурных проектов компании Лукойл в этом году вошли 7 инициатив из Ижимского района. Общая сумма грантовых средств составляет более полутора миллионов рублей. От Ижимских жителей очень много инициатив как раз направлено на направление духовности и культура. И я думаю, это не последний похожий объект, который мы с нашей помощью также будем помогать и реализовывать в ваших селах, в ваших местах присутствия. Поэтому очень рады, что мы поучаствовали. И желаем, чтобы и дальше в наших отношениях создавались объекты, которые приносили бы пользу людям. Старина деревни Гам, она была основана в 1745 году, сегодня проживает 475 жителей. Здесь хранят традиции предков, культуру и веру. В деревне стоит храм Сретения Господня, был построен еще в начале 20 века. Работы по его восстановлению, ремонту внутренних помещений, замену кровли и установку купола также привели с привлечением грантовых средств Лукойла. Инициативу жителей Гамма по восстановлению святыни неоднократно отмечали на конкурсе социальных и культурных проектов компании в прошлое года. Теперь в деревне есть еще и часовня. Человек, зайдя в часовню, увидит образы, помолится и в какой-то мере придет, может быть, на него воздействует благодать Божия, то есть его душа начнет возрождаться. Компания Лукойл проводит конкурс социальных и культурных проектов Тимана-Печури ежегодно. В этом году в число его победителей вошли 85 проектов авторов из муниципалитетов Республики Коми и Ненинского автономного округа.